Тем временем в Новосибирске прошел первый в России мастер-класс по айкидо для инвалидов. Организаторы надеются в дальнейшем проводить такие занятия на постоянной основе и доказать, что для айкидо нет барьеров. Подробнее Жанна Мансурова. Бережное и уважительное отношение к партнеру – вот основной принцип айкидо. Важно не только повторить упражнения, но и расслабиться. Инвалиды-колясочники старательно копируют движения. Мастер-класс – это возможность освоить новую технику. Вот тогда на фестивале «Море внутри» они показывали это все на сцене. Они были далеки от публики, и это был, на мой взгляд, минус. Сегодня все было гораздо ближе и гораздо познавательнее. Сегодня можно было повторить под руководством опытного человека, наставника. И он поправит какие-то ошибки, недочеты, и это здорово. Арсений Барков занимается айкидо с четырех лет и уже не первый раз помогает инвалидам-колясочникам осуществлять приемы самообороны. Раз они с людьми с ограниченными возможностями, они меньше передвигаются, и им важнее защищаться. И им надо научиться чему-то новому, чтобы, если что, защитить себя. Ведущий мастер-класса Сергей Суботин специально приехал из Казахстана, чтобы поделиться опытом. В отличие от других видов единоборств, в айкидо не нужна особая физическая подготовка. Обороняющийся использует силу противника. Именно поэтому заниматься может любой человек, независимо от возраста, пола и тяжести травм. Нет, это абсолютно не тяжело. Наоборот, ослабление полное нужно, чтобы это применить. В недавно открывшемся спортивном центре по фехтованию все приспособлено для передвижения людей на колясках. С учетом различных подъемников, подъемно-транспортных устройств, лифтов, бандусов, то есть все оборудовано для того, чтобы эти люди приобщались к спорту, к айкидо, к иным видам спорта. В ближайшее время в Новосибирске начнут постоянные занятия с людьми на колясках. Жанна Мансурова, Алексей Погудин. Новости ОТС.